Каждый из нас что-то строит, кто-то карьеру, кто-то семью, кто-то и то и другое. Вся наша жизнь это большая стройка, а наша работа за ней наблюдать. Сегодня мы в Кировском районе. Здравствуйте. Где строят? Что здесь строят? Здесь мы находимся в селе Синицыно. Это Синицынский дом культуры, который в настоящее время проводится строительные работы по капитальному ремонту этого объекта. Дом культуры обновленный. Это же здесь все самое интересное происходит на селе. Пойдемте скорее. Вот, понимаете, я знаю, куда нужно приезжать. Здесь происходит все самое интересное, увлекательное и зажигательное. Ну, уютно будет. Успеваете? В принципе, да, успеваем. Давайте по-честному. По-честному успеваем. Не на камеру мне. Теперь-то... Ну, теперь мы живем. Про того, которого любила, Про того, что песня берегла. Идите работать. Для сельского дома культуры достаточно такой масштабный объект. Два этажа, такие просторные помещения. Что у вас здесь находится? Ну, мы находимся с вами в кабинете для занятий по вокалам. У нас функционирует семь кружков разных жанровых направлений. Это и хореография, и вокальное искусство, и театральное мастерство, и декордино-прикладное искусство. У нас занимаются люди разного возраста. От шести лет до семидесяти пяти. Люди приходят с удовольствием, потому что все ждут с нетерпением открытия дома культуры. Слушайте. А в принципе, как он выглядел до реконструкции? Потому что вот я смотрю, потолки, это еще старенькие, да, я так понимаю? Ну, еще не успели их. Да. Ну, до ремонта нам было, конечно, очень неуютно. Было холодно, протекала крыша. Было... Отопление не работало. Но люди приходили всегда. Одевали тепленькие курточки, потеплее, согревались, приходили, пели и участвовали с удовольствием. И зрители были всегда. Но теперь-то... Заживем! Также у нас есть библиотека. Ага, это вот мы сейчас пришли, да? Это у нас будет читальный зал. Библиотечный фонд у нас насчитывает около 17 тысяч книг. И 600 читателей приходят, читают также от мала до велика. Я думаю, что после ремонта мы увидим еще больше читателей. Мы будем принимать тепло, в тепле, в комфорте и в уюте. В 2020 году на территории Кировского района в рамках программы, федеральной целевой программы, ремонтируются пять домов культуры. Это Васильковая, Владиславовка, Трудолюбовка, Журавки и Синицынский дом культуры, на территории которого мы сейчас находимся. Эти дома культуры все старше 40 и более лет. Поэтому капитальный ремонт до настоящего времени на этих объектах не проводился. В связи с этим, в соответствии с наличием проектно-смертной документации, проводится первый этап ремонта указанных домов культуры. Село Трудолюбовка, где проживает около полутысячи человек, но для каждого из них этот объект имеет стратегически важное значение. Ведь именно здесь происходит все самое интересное, увлекательное и зажигательное. Да, это дом культуры, который, кстати, капитально ремонтируют. А мы, как всегда, наблюдаем за рабочим процессом. Добрый день! Вы, можно сказать, мама этого объекта. Приходите сюда каждый день, проверяете, все ли хорошо, все ли строится. Ну, заведующая лучше. Заведующая? Да. Ну, хорошо. Как, скажите, продвигается стройка? Потому что, мне кажется, не узнать сейчас ваш дом культуры, да? Как здесь раньше было? О, да, и на нашей улице праздник. У нас, как и во многих домах культуры, сельских клубов, помещение текло. Вот лично в фойе здесь была большая течь. Зал уже выкрашен, осталось положить только плитку. Это наша будущая сцена. Осталось положить только, выложить полы на сцене. И можно танцевать. И можно танцевать, да. Этот зал у нас не функционировал. Мы занимались в фойе, все кружковые мероприятия, все программы проходили в фойе и в кабинете. Все остальное не работало. А на данный момент вот 80% где-то работ выполнено. Осталось положить плитку, ну и немножко закончить. То есть будет утепление, правильно? Уже будет всем тепло. Обязательно будет тепло. Будут согреваться не только в жарких танцах, да. Наконец-то будет полноценное отопление. Конечно, будет полноценное отопление. Будут кресла, будет красивая сцена. Все у нас будет. Это у нас будет просто фойе. Кружковая комната. Ух ты. Новая мы перегородили, сделали дополнительную комнату. Будет у нас отдельная кружковая комната. А, здесь детки будут заниматься уже какими-то всевозможными активностями. Здесь проход на сцену. Мы с вами закулисами сейчас, да? Да, сценами. И, конечно же, здесь будет гардеробная. Это сцена. Пожарный выход. Пожарный выход. Ну, а нам на сцену, да? Нам на сцену. Ой, Любовь Адамовна, прям струночки души задели. Прям вот в самое сердце. Ну, что вы с нами делаете? Это вы такие концерты здесь устраиваете, да? Да, я вам запела. Это вообще хорошо. Хлопки работают. Хорошо. Да, улыбок, чтобы они хорошо это сделали. Это уже нам. Чтобы, дай Боже, конечно, чтобы мы еще живы были, чтобы ходили. А что вы так? Так, где оптимизм? Вот улыбочку. Вот. Все. И песню давайте вместе. Еще и зубы не взяла. Давайте веселую только запоем. Хорошо? Выходила на берег Катюша, На висок и зоренок крутой. Выходила, песню заводила, Про седой сын загарила, Про того, которого любила, Про того, что песню берегла. Ах, 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 ах. Смотрите, даже у строителей. Хватит уже обедать. На стройку, на стройку. Позовите на стройку. Вообще работать не хотят. Ну, стройка, стройка. Хай строить, хлопки. Хай строить. Стройте. Хлопки, стройте быстрее, А то мы ходим по паркам, А то песни поем. Околачиваемся. Правильно. А теперь расслаблялись, да? Ну да. В кулачки их надо держать. Ну, вот так вот. Спасибо. Вот это вот, да. Хорошо сидим. Почему, кстати, сидим? Обеденный перерыв. А, обеденный перерыв. Слушайте, ну у нас мы с вами, как у Антона Павловича Чехова, в рассказе. Мы такая осень прекрасная, понимаете? Вы работаете в таких вот совершенно романтичных условиях. Орешки тут грецкие собираете. Как стройка продвигается? Я бы тут на вашем месте села бы роман писать, знаете? Хорошо продвигается. Тихо, спокойно. Тихо, спокойно, да? И нормальная работа идет. Ну, скажите, что уже успели сделать? Вам же скоро уже все сдавать нужно будет к концу года. Успеваете? В принципе, да, успеваем. Давайте по-честному. По-честному успеваем. Или на камеру, мне честно скажите. Успеваем. Успеваем. Ну ладно, хорошо. Что там, крышу перекрыли? Крышу перекрыли, уже коровец сделали, уже красим. Отлично. Вот крыльцо доделываем. Прекрасно. Крыльцо тоже, да? Да. Ну, красота. Жители довольны? Ну, вроде бы да. Так, темп не сбавляйте, хорошо? Нет, конечно. Ну все. Ну, идите работайте. Что мы так сидели тут с вами, мило, беседу? Пора работать-то уже, да? А мы посидим еще чуть-чуть. Посмотрим, понаблюдаем за процессом, так сказать. Мы тоже работаем. А это уже Дом культуры в селе Журавки, тоже Кировского района. А он, кстати, готов процентов на 70, как уверяют строители. Слышите? Доносятся звуки стройки. Пойдем посмотрим. А здесь, как в русской народной сказке, на право пойдешь, в будущую библиотеку попадешь, налево всевозможные секции, а прямо то, без чего невозможен ни один Дом культуры. Сердце любого Дома культуры – актовый зал. Сегодня, правда, здесь отбивают ритмы не танцоры, а отбойные молотки строителей, которые, кстати, вот, пока мы снимаем программу, трудятся в поте лица. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы тут намешивали? Здесь я подготавливаю декоративную штукатурку к нанесению на стенку. То есть здесь будет дальнейшим караэт, потом покраска в определенный цвет, делаться будет потолок, также сцена засыпается сейчас, в данный момент, потом будет делать стяжку, круглые ступеньки и аккуратно подъем. Красота. После того, как сделают потолок, здесь будет кафельный пол и в дальнейшем уже обустроение, то есть студия и так далее, свет, освещение. Уютно будет? Хорошо? Думаю, да, да, очень. Стараетесь? Конечно. На совесть? Делаем от души. Молодцы. Вот, от души делают, с душой будут здесь люди время проводить. Дома культуры – настоящие центры притяжения в любом селе. И пока местные жители ждут, не дождутся, когда смогут занять места в обновленных залах, строители делают все для того, чтобы… Чтобы люди могли бы проводить мероприятия здесь и свободно отдыхать здесь. Когда закончится стройка, всем здесь красиво отдыхать, ни о чем не жалеть, как бы все было хорошо. Ну, чтобы принимали участие в нашем клубе. Мы будем проводить прекрасные мероприятия, хорошие вечера и всякие программы. Чтобы к нам приходили и взрослые, и дети. Мы будем стараться, чтобы было здесь комфортно и уютно всем. Их творчество, чтобы помогало им жить весело, добродушно и смотреть только вперед. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!